Подписчики Кати Адушкиной раскритиковали её наряд на прошедшем дне рождения. Егор Крит рассказал, что убрал Валю Карнавал из чёрного списка в соцсетях. Саша Спилберг вкинула фейковую информацию для СМИ. И когда Влад А4 вернётся на свой ютуб-канал? Всем привет! Это канал ОК Блогер! Сегодня в конце этого ролика будет важный опрос, поэтому досмотрите, пожалуйста, до конца. И по традиции, бери свои любимые вкусняшки, ведь сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Не забудь поставить лайк и погнали! Как-то так сложилось, что с приходом Вероники Золотовой в хайп-хаус, девушку почти сразу начали шиперить с Пашей Дворецким. Они постоянно проводили время вместе и снимали много роликов, что не могло не вызывать симпатию у зрителей. Вся эта история продолжилась и после ухода из хайп-хауса, но никто так и не понимал, что происходит между ребятами. На интервью же Вероника рассказала, что они не встречаются и никогда не встречались. Все это лишь игра по сценарию подписчиков. Так мы не встречались и до ухода. Мы вообще не встречались. Потому что, мне кажется, мы многое часто снимаем, поэтому... Подписчики сами придумывают на самом деле сценарии, а блогеры их просто подхватывают от этих сценарий и уже играют по их сценариям. Девушка еще опровергла слухи о конфликте с участниками хайп-хауса. Вероника до сих пор поддерживает с ними контакт, периодически списываясь в социальных сетях. Да. Мы подписаны друг на друга, лайкаем, иногда отвечаем друг на друга сторис. Иногда мне звонят, иногда я звоню. Нормально все, все хорошо. Диана Астер, как и обещала, сейчас активно работает над новым сезоном Биг Ди Шоу. Это будет полностью обновленный формат съемки первого выпуска, в котором прошли уже вчера. Открывать сезон будет не Дани Милохин, как обычно, а сразу два гостя, Мах Игорячева и Аня Покров. Ди же, соответственно, стала полноценной ведущей. Дата его выхода пока не сообщается, но, скорее всего, в течение двух недель мы уже все увидим. После всей ситуации со своей пропажей в поднявшемся хайпе Саша Спилберг обвинила менеджера. Именно после ее истории информация разлетелась по пабликам и СМИ. Я правда в тот момент не думала ни о чем, кроме как просто найти тебя. Ты не выходила на связь и заказчики мне просто разорвали телефон. Каждые пять минут звонок за звонком. Я просто стала переживать за тебя и не могла найти себе места. Никто не знал, где ты, поэтому я приняла такое решение. Такое оправдание Сашу, видимо, не устроило и она сделала опрос среди подписчиков, не уволите ее за такой поступок. Эта фраза, конечно же, пошла в заголовки новостей, но чуть позже блогерша в историях сообщила, что она не собирается никого увольнять. А также призвала не верить каждый раз всем источникам и перепроверять информацию. Но вам не кажется странным, что Саша сама вкинула фейковую инфу, ввела всех в заблуждение? А теперь заявляет, что не стоит никому верить и похоже, что ей тоже. Дина Саева одним своим новым тиктоком объяснила, почему от ее старой версии не осталось и следа. Она недавно полностью сменила стиль одежды, стала меньше рассказывать про свою жизнь, да и в целом появляться в соцсетях. Виной тому постоянный хейт в ее адрес. Дина считает, что раньше она была слишком наивной, ко всем доброй, открытой к людям. Что чаще всего шло девушке во вред. Новую же версию себя Дин Дон представляет энергичной, все так же дружелюбной и эмоциональной. То есть по факту в ней почти ничего не изменилось, кроме отношения к окружению. Она лишний раз ничего не рассказывает, чтобы кто-то не смог использовать информацию ей во вред. Оля Шелби исполнила давнюю мечту и отвезла родителей на отдых. Мне 22 года и я привезла родителей в Дубаи. Я так счастлива, что могу осуществлять не только свои мечты, но и родителей. Прошел всего один день, но я не помню, когда видела такое количество эмоций родителей. Счастье, восхищение, удивление и слез поделилась эмоциями девушка. Оля прям сильно запарилась и составила насыщенную программу. Каждый день они посещают самые крутые места города, интересные шоу и концерты. У нее огромное желание сделать отпуск родителей максимально запоминающимся и пока у нее отлично выходит. В общем, мы уже уезжаем. Вечер. Тебе все понравилось. Это было прекрасно. Окунуться в детство, это очень классно. Вот. Ответ, тебе понравилось. Очень. Вслед за Дрим Тимом съемки тиктоков для Хэллоуина привели и ребята из Хайпхауса. Вот такой образ выбрал Герман Глаз. Не меньше постаралась над своим костюмом и Катя Голошева. Юлия Гаврилина сделала выбор в пользу более доброго персонажа Феечки. А Валя Карнавал предстала перед всеми главной сердцеедкой тиктока, но это лишь мое предположение. Маруся рассказала, что ее успели развести на деньги за букет цветов. Перед концертом она хотела порадовать Катю Адушкину, нашла сайт с крутыми фотками и сделала заказ аж на 35 тысяч рублей, чтобы подарок выглядел весомым по размеру. Но когда курьер привез его, все ожидания быстро разрушились. Пару дней назад я Кате на день рождения дарила букет, заказала на сайте, пришел размером с мизинец, хотя был на картинке больше. В этот раз, я думаю, исправлюсь. Закажу ей огромный букет за бешеные деньги. Вот здесь картинка, и вы сами все поймете. Знаете, что мне прислали? Ну, не супермаленький, но и совсем не такой, как на картинке, он не стоит своих денег. Саму же виновницу торжества раскритиковали за слишком откровенный наряд и танец. В одном из номеров Катя вышла вот в таком образе и станцевала достаточно раскрепощенно перед зрителями. Были, конечно же, и восторженные реакции, но в большинстве ей пишут слова осуждения. Ребят, если для вас это слишком пошло или задевает ваши моральные принципы, то просто не смотрите и не ходите на мои концерты. Моя настоящая аудитория – это уже осознанные сформировавшиеся люди, которых это не шокирует. А также девушка под своим тиктоком добавила, что старой Кати Адушкиной больше не будет, можете ее не искать. Зрители Влада А4 до сих пор находятся в поисках кумира, а под каждым роликом на канале все вопросы только про него. Многие ожидали увидеть блогера на концерте Кати, куда он приходил два года подряд, но и там его не было. Пришел только Кобяков, который отказался отвечать на вопросы про Влада. Удивительно, как Бумага за такое количество времени не спалился. Но можете быть спокойно и с ним все хорошо, он как минимум вчера заходил на свою страничку в ВК. Появилась теория, что парня можно будет увидеть на канале только через месяц. 29 ноября у канала будет день рождения. Аж 7 лет назад Влад выложил свой первый ролик, начав историю блогерства. Возможно, что они готовят какие-то супер изменения в контенте. Либо же просто масштабное видео, которого еще не было до этого на канале. После расставания Крида и Вали Карнавал у многих было представление, что ребята закинули друг друга в черные списки, как обычно делают после таких ссор. Но вот на недавнем стриме Егору кто-то прислал донат и попросил от имени бандитки убрать ее из ЧАЭС. Наш трэпер заявил, что она у него там не находится. Ну и парочка небольших новостей. Команду Юксу Тим можно поздравить с преодолением цифры уже в 15 миллионов подписчиков. К бешеным темпам роста присоединилась и их участница Настя Бэт Барби, за сутки на ТикТоке, что подписалось больше 900 тысяч человек. Музыкальный чарт ВКонтакте снова сломали, правда уже естественным образом. Сейчас все первые строчки занимают треки из нового совместного альбома Кизару и Биг Бэйби Тейпа. Релиз получился громким, поэтому так много прослушиваний. С покупкой автомобиля можно поздравить Димаса, правда он не стал показывать ее на камеру. А вот Маха Горячева заявила, что должна побриться на лосо, так как проспорила Бабичу на желание. Ну и важный опрос. Если вы заметили, я изменил начало роликов, укоротив его, чтобы сделать выпуски более информативными. Но многим наоборот нравилось старое начало, и поэтому мне бы хотелось провести опрос. Напишите пожалуйста в комментах, как вам больше нравилось, с фразой подписка, лайк и колокольчик, и тогда все будет топчик или как стало сейчас. Мне очень важно мнение каждого, ведь видосы в первую очередь я делаю для вас. Заранее всем спасибо. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но у них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя как всегда завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok